Новый микрорайон как на ладони. 20 домов построили в Кирейске для переселенцев из аварийного жилья. 17 трехэтажек почти заселены. Строители устраняют недоделки, на которые им указали новоселы. А в 3 девятиэтажки вот-вот начнут заселять. Как только человек получает на руки договор от Игоря Вячеславовича, он идет в облгаз, получает договор на обслуживание, проходит инструктаж, управляющая компания здесь, его за ручки, заключает договор на управление имуществом, заселяется, ключи, живет. Квартиры люди получают с чистовой отделкой. В этой трешке на первом этаже уже поклеены обои, установлены батареи, на кухне газовая колонка, в ванной туалете сантехника. Работу выполняет фирма «Ингрупп». Изначально на объектах был другой подрядчик. С поставленной задачей не справился, из-за этого сроки переселения пришлось перенести. Почти на полтора года. Долгожданного заселения ждут почти 500 семей. Новоселье ускорить. Люди должны въехать в новые квартиры до наступления холодов. Поручение глава региона дает профильному министру. О районе власти должны думать, как обеспечить в новом микрорайоне всю инфраструктуру. Спортобъекты, магазины, детские площадки. Возведение детского сада на шесть групп запланировано на 2018 год. Сдать должны в 2019. Строить его будет тот же застройщик, что и дома для переселенцев. Надо сейчас всю работу активизировать. И те обязательства, которые вы сказали, значит, по инфраструктуре, по школам, по садам, по торгово-развлекательному центру. И еще раз повторяю, я вам рекомендую убедительно войти в программу. Комфортная городская среда. Войти в федеральную программу. Вам это упростит всю ситуацию по вашему микрорайону. А вот учиться дети из нового микрорайона смогут в центре образования номер два. Школу с рабочим визитом посещает Алексей Дюнин. В чем отличный человек от других? Почему существенно? Не отвечу. Не визит социально-черклассные. Так. Ну, какие? Мышление, воля, невозвление. Ответственность. Ну, да. Так. Пеказов. Лена. Пять с минусом. Главе региона показывают, в каких условиях сейчас учатся школьники. Вот кабинет информатики. Старшеклассники осваивают операционные системы, учатся программировать. В кабинете 14 компьютеров. Учительские остальные для школьников. Новые не помешают, признается директор. Чтобы обновить машины, глава региона поручил направить заявку в региональный Минобор с точным количеством необходимых компьютеров. Дальше главе региона показывают спортзал, столовую. Ведут на третий этаж. Там в кабинете физики уже несколько лет протекает кровля. Школе давно нужен ремонт. Его должны успеть сделать к следующему учебному году. Капитальные работы профинансирует фирма «Транснефть». Об этом глава региона рассказывает на встрече с учителями. Начиная от кровли, заканчивая подвалом, всеми коммуникациями. И даже помещениями и учебными кабинетами. Это требует обновления, полного ремонта. Очень большие объемы. Не могу сказать точно сегодня финансирование, какое необходимо. Вот по первым прикидкам. А только школа обойдется где-то в районе 120 миллионов. А в этом учебном заведении все по последнему слову техники. В производственных мастерских в Кирейской школе-интернате старшеклассники осваивают станки с ЧПО. Профориентация на школьной скамье. Рядом настоящий мотоцикл. Ребята изучают его устройство. Глава региона обещает подарить еще три. Один большой и два маленьких. Чтобы заниматься на них могли ребята и младшего школьного возраста. А на этом автотренажере учатся основам вождения. За рулем Иван Лакомов. Подопечный Алексей Дюмина. Глава региона и его наставник. Иван рассказал гувернатору о планах. Мальчик собирается поступать в военные училища, чтобы потом пойти в погранвойска. Сначала главное поступить, после уже как распределяться так. Куда пошел? Ну я думаю ты поступишь. Я думаю если так же все дальше будешь осваивать необходимые профессии, которые тебе пригодятся. Вождение. В жизни пригодится. И в жизни, и в служебе, и непосредственно училища. Потому что там тоже выречен училища, у них тоже есть вождение. Но я тебе желаю успеху. Кирейской школе-интернату 55 лет. Сейчас здесь 88 воспитанников. Это дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей. Здесь дети не просто воспитывают, учат жизни. Упор делают на социализацию. В спальне здесь, как у обычных мальчишек и девчонок, есть так называемая квартира. Здесь ребят учат принимать гостей. А на кухне готовить. День воспитанников расписан буквально по минутам. После уроков кружки и секции. В том числе спортивные. В 2009-м в интернате построили спортзал. Вот только чтобы попасть в него, надо выйти на улицу из основного здания и пройти несколько десятков метров. Три часа физкультуры, обязательно по учебному плану. Затем работает 11 секций на базе вот этого спортивного зала, где функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс «Каскад». И в разное время и в разную походу дети посещают. Поэтому приходится одеваться, переодеваться. Но некоторые закаленные не одеваются. Поэтому бывает и рост заболеваемости. После обращения Алексея Дюмина в администрацию президента дело сдвинул с мертвой точки. Деньги, почти 8 миллионов рублей, были выделены из резервного фонда главы государства. Вы делаете очень нужную, необходимую работу. Воспитываете наших детей. С непростой судьбой, можно сказать, наших красивых, замечательных. И вот мы сейчас с вами походили в очень талантливых детишек, которые остались без попечения родителей. И, конечно, очень важно, когда они в помещениях такого центра себя чувствуют очень комфортно и живут практически в семейных условиях. Вам из-за этого большое спасибо. Эта дверь соединит основной корпус и спортзал интерната. На этой неделе будет подписан контракт с подрядной организацией. Уже к декабрю строительные работы планируют завершить. Екатерина Старцева, Роман Тюкин, Первый Тульский.